Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, воскресенье, недельная глава Биалладха. Уже не знаю, хорошее, плохое, сейчас так сложно говорить, каждый день приносится. Но раз он есть, он хороший, да. Недельная глава наша очень необычная. Вы знаете, я вот, к сожалению, узнал, что некоторые наши слушатели еще и не успевают прочитать недельную главу. Это неправильно, потому что это все равно как встать утром и не посмотреть, в каком месте, куда ты идешь, как жить. Это недельная глава, это краткий анализ того, как нам прожить неделю. Почитайте. Но на всякий случай я теперь вынужден буду напоминать еще о чем. Первое, что я хочу сказать, не содержание, а интересная вещь. В недельной главе Биалладха мы встречаем два стиха, которые особым образом перевернуты буквами «ну». И эти слова такие. И было, когда двигался ковчег, говорил Маше, встань, Бог, рассеются враги твои, разбегутся от лика твоего. А когда останавливался ковчег, вернись, Бог, десятков тысяч Израиля. Вот эти слова. И мудрецы говорят, что это самые сильные слова Торы. И они настолько важны, по сути, что составляют отдельную книгу. То есть, на самом деле, Тори не пять книг, а семь. И по мнению Любавического Ревы, например, что первое, сначала Бемидбар, до этих слов, потом вот эти слова, и третье, после слов. Так что важность этой главы безусловная. Великая сила в ней, поэтому надо читать. Для меня это тоже очень особая глава. Я обожаю главы, в которых есть что-то про минору. Биалладха – это когда будешь возжигать минору. Минора была выкована. Я буду в двух словах содержание вам рассказывать, потому что, ну, к сожалению. И вот устройство миноры из цельного сливка золота, она выкована. О чем речь? Буквально одним словом. Золото – это эгоизм, и надо его перековывать так, чтобы не поглощал он свет, не поглощал человека, а наоборот отдавал и излучал. И название главы Биалладха означает «при твоем подъеме к свету», к свечению. То есть нам предписано начинать с этой главы хотя бы маленький, но подъем. Выпадал Ман на этой неделе. Рассказывается в этой неделе в недельной главе о Мане. Это вообще отдельная тема. Особенности Мана рассказываются. Важно то, что Ман мог вдохновлять людей не меньше, чем самые зажигательные речи. И способ его распределения был ориентирован на духовный уровень человека. К примеру, для праведника Ман выпадал прямо у порога дома, более достойный проходил метров, менее достойный метров 10. А для некоторых приходилось за порцией Мана выходить за пределы лагеря. Кроме того, как только человек исправлялся, изменял что-то, система распределения менялась, и на духовные его изменения, происшедшие в нем, тоже людям было известно, проявление лицемерия исключалось. И вот именно эта особенность Мана вызывала чувство протеста. Рассказывается в этой неделе о светящемся столбе, огненном явлении, которое было ночью. Говорят мудрецы, что бывают времена, когда, особенно в материальной части жизни, что когда тяжело, бывает, когда морально тяжело. Бывает так тяжело, что охватывает депрессия, кажется, что все потеряно и не на что надеяться. И об этом говорит наша недельная глава, что ночью над Мишканом светил огненный столб, который отгонял мрак. Всевышний никакого никогда не оставит. Он светил и согревал, и всегда будет это делать. Нам не надо забывать, что за ночью приходит день, и приходит свет, и надо знать, что есть на кого надеяться, что всегда есть свет, который не даст заблудиться. И мы произносим молитву Шма Израиль утром и вечером и ночью, чтобы всегда при любых условиях не забывать, что хозяин мира с нами. Что еще там у нас есть интересно? Как первосвященник зажигал минору, так в каждом поколении есть какие-то люди, которые ведут нас. И в частности, любайческий рэбе, Иосиф Ицкак, рассказывал такую историю, 6-й. В 1907 или 6-м году в Германии еще освещались улицы газовыми фонарями. И фонарщики ходили такие, с палками длинными, тушили, зажигали. И жил один молочек, и он спросил у любавического рэбе Шлема Бютова, который остановился на проездном городе, рэбе, что такое хасид? Он говорит, хасид фонарщик. Фонарщик ходит по улицам с длинной палкой, и это означает, что огонь принадлежит не только ему, он ходит к фонаря, к фонарю и зажигает. Но рэбе, он говорит, люди не фонари, это ты. Говорит, не видишь просто. Ты не фонарщик. А как стать фонарщиком, добытался молочек. Начни с себя. Сказал рэбе, помнишь, вот видишь добро такое, видишь, вот зло это зло. Человек, несущий свет, видит возможность светить других людям, а зло не видит. Ну и последнее, здесь написано, что помнили ту рыбу и кабачки, которые даром ели. Где они ели даром? Это знаете, когда человеку плохо начинает придумывать себе такое. начинает выдумывать то, чего не было. Знаете, как это, тоска за Советским Союзом называется. И вот, когда едут вдвое там, знаете, кучер хочет добраться скорее до места, а лошадь, о чем она думает? О том, чтобы скорее закончился, один сможет вздремнуть, полежать там. Еще о кучере, который будет меньше ее хлестать. И чем выше в духовном силе животное существо, тем утонченнее его мечты. Ученики Шивы должны стремиться к знаниям. Кучер к деньгам, а если лошадь, лошадь к сену и отдыху. Кем мы хотим себя ощущать, нам надо решить лошадьми или людьми. Брахавы от слаха.